Тихие ночи, свежее утро, спокойные дни. Такие задачи перед правоохранительными органами поставили жители микрорайона Москвич. Продолжение темы у Елены Козловой. Про встречу правоохранительных органов с населением микрорайона Москвич можно вполне сказать, что диалог состоялся. На этот раз народу в Центре детского творчества собралось как минимум полуактового зала. Встреча по традиции началась со статистики о преступности. Причинение тяжкого вреда здоровью 2, нераскрытых побоев 2, кражи 27, это бич всего города, раскрыто 9. Если брать по кражам, то кражи из квартиры частных домов 9, раскрыто 3. Кража велосипедов 2, раскрыто 0. Незаконное приобретение, хранение и перевозка наркотических средств 8. Это очень большая цифра. Организация содержания притонов для потребления наркотических средств 1. Незаконный оборот ядовитых веществ с целью сбыта 1. Это игра с лицами преступления. Угроза убийством 3. Организация эффективной регистрации иностранных граждан 2. Изготовление и сбытки поддельных документов 2. Грабеж 1, раскрытый. Мошенничество 2. Изготовление или избыток поддельных денег, ну фальшивого маничества 1. Умышленное уничтожение или повреждение имущества 3. И неправомерное завладение автомобилем в целях хищения 1. Слава Богу раскрыто. И всего, по большому счету, зарегистрировано 56 преступлений, из них 28 раскрытых. Общее число преступлений в первый момент даже шокировало. Как, собственно, и заявленное количество проживающих в этом микрорайоне – 11 тысяч человек. Однако вскоре выяснилось, что эти 11 тысяч набегают за счет микрорайона «Катюшки», который на сегодняшний день обслуживается теми же участковыми, что и «Москвич». Кроме того, из четырех положенных на такое количество населения участковых реально пока работают только двое – старший уполномоченный участковой полиции Николай Маслов и уполномоченный участковой полиции Дмитрий Мазин. Собственно, им, наверное, и должны были достаться все вопросы от населения по охране правопорядков в микрорайоне. Однако начальник ОМВД России по городскому округу Лобня Валерий Воропаев предложил не перекладывать ответственность друг на друга, а работать сообща, объяснив принцип работы по охране правопорядка в городе. Есть у нас план единой дислокации. В соответствии с планом единой дислокации выставляются наружные наряды. В этот план единой дислокации входят наряды ГИБДД, наряды ООО и наряды ППС. Кроме этого, в план единой дислокации мы включаем экипажи частных охранных предприятий, которые на добровольных идейных основах просто-напросто идут навстречу. Значит, в ночь у нас традиционно заступает наряд дежурной части в полном составе, то бишь экипаж машины дежурной части. У нас выходят в ночь 2-3 экипажа ППС и в ночь выходят 2-3 экипажа ДПС. Плюс один экипаж ООО и, скажу так, 4 экипажа ЧОПа. Судите сами, много или это мало, но я скажу так, при грамотном распределении, нормальном распределении. Этих сил и средств достаточно для того, чтобы по большому счёту реагировать на те заявления, сообщения, которые поступают в дежурную часть. Для чего нужны эти встречи, пояснил Валерий Николаевич. В том числе и для того, чтобы ускорить процесс реагирования на конкретно заданный вопрос. Но главное – повысить доверие к правоохранительным органам, чтобы люди шли на контакт, не боясь и не сомневаясь, что они будут услышаны. И в качестве кредита доверия Валерий Воропаев предложил. Давайте, чтобы обидно моим сотрудникам не было, я вам свой телефон запиши. Это возымело действие, и общие вопросы начали приобретать адресный характер. 1 июня вступили в силу в поправке закона об ограничении табаката, которым введены ограничения на его продажу, в курении в общественных местах. Но мы видим, что, к сожалению, в городе проблема еще не решена. Масса киосков, где из-под полы можно купить сигареты на провокзальной площади. Даже я вот сейчас шел, очередь туда стоит. И мы прямо говорят, что в цену уже заложена некая коррупционная составляющая, чтобы, так сказать, они продолжали функционировать. Прорабатывались ли руководством отдела какие-то мероприятия, планы мероприятий по реализации вот этих положений закона, по ограничению курения, по пресечению нелегальной торговли, и кто в ОВД вот непосредственно за это отвечает, кому задавать эти вопросы. За охрану общественного порядка в городе в целом отвечает заместитель начальника полиции Денис Федин. За ним служба участковых, отдел по делам несовершеннолетних, деятельность отдела дознания, деятельность ГИБДД и ППС, то есть все те наружные службы, которые, собственно, и должны работать по федеральному закону номер 15. У нас пока еще небольшое количество, порядка четырех мероприятий было проведено, в контрольных закупках по продаже табакокурения, где выявляясь из Амали, составляясь административных протокол. По курению в общественных местах у нас все наряды ориентированы на это. У нас это первоочередное, как сказать, не то что мероприятие, а у нас как борьба с алкоголизмом, так же она приравнится и к курению в общественных местах. Поэтому при выявлении таких граждан, как в местах массового посещения граждан, пресекаются данные действия, данные граждане привлекаются к административной ответственности. В связи с этим и первый адресный вопрос. Я, канонен Пикнаев Владимирович, дом Мирная-24. Мы неоднократно обращались в разные инстанции, что у нас там одна семья курит, а курки бросает в окно. Мало того, что эта семья перешла к угрозам. Если кто-то ей делает замечание, они сейчас уже угрожают, что мы с вашей дочкой поступим вот так, мы вам опустим кирпич на голову и так далее. В прошлом году я готовился к чемпионату Европы, не смог участвовать, потому что я задыхаюсь. Вы слышите, как я дышу? И мне сказали, когда при проверке комиссии, вы говорите, курите, у вас затемнение в легке. Я говорю, я всю жизнь никогда не курил, а это они по ночам выходят и курят. С 10 часов целый день этот дым проникает в комнату. Это одно. Второе. У нас перед домом есть детская площадка. Перед домом 24. Значит, тоже несколько раз обращались, что там постоянно идет распитие на этой детской площадке, распитие спиртных напитков и оргии чуть ли не всю ночь. Один раз только полиция к нам приехала, когда там была поножопщина. Третье. Я являюсь учителем физкультуры в третьей школе. Переход со школы на спортивную площадку, плоскостное сооружение. Там есть переход. Значит, зимой там срезали знак, когда убирали снег, знак о переходе. Значит, время с 8 примерно до 10, когда все летят опаздывающие на работу, они не обращают внимания на то, что там переходят дети. Лично у меня зимой я выдергал ребенка из-под колес, когда меня сбивали. Тоже обратились, никакой реакции. Это просто до случая. Каждую субботу звоню в милицию, но постоянно, потому что там постоянно пьяные компании, постоянно песни до утра, постоянно пьяные за рулем. Вот по поводу снятия квартир в нашем подъезде, это вообще просто бич. Я вот на будущее хотел бы вопрос задать. Системы видеонаблюдения какие будут владеться вообще? Программа губернатора есть, система «Безопасный город». Этой проблемой занимается целая структура в правительстве Московской области. Она называется ГУРБ, Главное управление региональной безопасности. В соответствии с этим направлением деятельности, каждому муниципалитету на территориях в обязательство именили организацию именно вот этой системы безопасности. На сегодняшний момент, в соответствии с этой системой, у нас установлено и действует более 130 видеокамер. Из них около 25 установлены как раз в ГУРБ, остальные установлены за счет средств администрации городского уголовного. Все эти видеокамеры действуют, все они работают, но, к сожалению, надлежащего эффекта по раскрытию преступлений они, к сожалению, не дают. С учетом, она есть, она действует, ее необходимо оптимизировать в большей части. В принципе, сам факт преступления иногда выявляем по этим камерам. Мы определяем, сколько преступников, какой формы машина, но, к сожалению, иногда бывает, что даже номера не прочитаешь и цвета не разберешь. Еще в системе безопасного города у нас есть кнопка тревожной сигнализации «Гражданин полиция». Она у нас всего лишь одна, находится в парке. Ну и скажу так, эффективность ее действия, но она довольно-таки серьезная. То есть есть обращения, есть регистрация, есть реагирование. Ну скажу так, за ночь ежедневно с парка доставляется из 60 тех, доставленных 10 человек, 10 правонарушителей. Это те, кто либо праздно шатающиеся, нарывающиеся на неприятности, либо пьяные, либо распивающиеся. В плане обеспечения общественного порядка, общественной безопасности, очень легко в городе наладить систему. У нас всего лишь три въезда-выезда. Вышли с ходатайством поставить на каждый въезд-выезд систему поток, чтобы знать, кто у нас въезжает и выезжает, и просто-напросто об этом пустить информацию в народ. Скажу так, к нам ни один вор не приедет с другой территории, на машине. Пешком, может быть, придет, но попробуйте пешком приедет тоже. К нам ни один мошенник не заедет. Почему? Потому что аналитикой это можно все вывести. Ну и скажу так, мы освободимся от других серьезных правонарушений. Но все упирается опять же в решение Совета депутатов. Александр Иванович не даст мне слукавить. Выделение денежных средств. А хотите, не хотите, чтобы установить вот эту вот одну систему поток, но необходимо от миллион двести до полутора миллионов рублей. В свою очередь за общественной помощью к жителям микрорайона обратилась и начальник отделения по делам несовершеннолетних Татьяна Жаркова. Нас пугает ежегодный рост количества родителей, постоянный рост добавления родителей, которые недолжным образом занимаются воспитанием детей. Если по статистике за последние десять лет преступность среди несовершеннолетних в городе стабильно падает, с 54 преступлений 10 лет назад до 10 в прошлом году, то преступность родителей по отношению к детям и само количество родителей, это неблагополучных родителей, семейно растет. Вот на сегодняшний день у нас 104 несовершеннолетних стоит на учете и 90 родителей. Причем дети, стоящие на учете, это не дети этих родителей, то есть это не дети из неблагополучных семей. 90 родителей совершенно другая категория. Самое страшное, что нас больше всего беспокоит, это дети маленькие, потому что ребенок, который ходит в школу, ребенок, который ходит в детский сад, все-таки он находится на… внимание педагогов ему уделяется. И педагог видит, что в семье что-то не то, сообщает, мы его вовремя можем отреагировать. Ну и кроме того, ребенок уже подросткового возраста, когда, скажем, родители ушел в запой, он может о себе как-то сам позаботиться, приготовить себе еду, а дети грудничкового возраста, дети маленького досада, с того возраста, о себе заботиться не могут. И такие родители с поля зрения практически выпадают, потому что сообщить о них, кроме как населения, кроме как соседям, некому. Напомним, что отделение по делам несовершеннолетних вот уже как год находится по адресу микрорайон Москвич, улица Мирная, 13А. Общение продолжилось и после окончания встречи. Представитель отдела внутренних дел и ведущая протокола записала все имена и адреса, обратившихся с вопросами. Представители служб задали уточняющие вопросы и обменялись контактными телефонами. В свою очередь, Валерий Воропаев напомнил присутствующим, что у них теперь есть и его личный номер мобильного телефона. Елена Козлова, Алексей Орлов, телекомпания «Лобня». Благодарю вас.